221-230 годы в Римской империи Ориген активно работает в это время 20-30 но я Оригена вынесу все-таки отдельным клипом надо подробнее про его доктрину рассказать она тоже промежуточная между католиками и гностиками же кстати католики признавали Оригена но с оговорками а гностики тоже в общем до конца не могут его признать с тем что он с ветхим заветом с этим самым работал ну расскажу я про него Ориген был талантливым еще агитатором и он встречался с императором севером снова то есть он тут в истории немножко вмешивается 20-е годы Юлия Меза она была не мать Каракала она была его тетя я ошибся в предыдущем клипе потому что мать его тоже Юлия там все были Юлии у нее был еще один внук то есть Гелягаба вроде как ее внук считался хотя незаконно рожденный у нее был еще один внук у Александра Севера она добилась что их сделали соправителями то есть Гелягаба было 19 лет как я уже говорил это был малолетка сексуально озабоченный вот 19 лет он 12-летнего Александра Севера объявил своим сыном ну формально в виде усыновления конечно то есть не имелось ввиду что он реального сына после этого он попробовал его убить и либо Юлия Меза с солдатом сказала что он хочет один царь хочет убить другого царя солдаты восстали убили этого Гелягабала и к власти пришел Александр Север возможно это все длительная провокация устроенная местными чтобы выгнать сирийцев из Рима которых провел Гелягабал вот так или иначе они справились и Александра Севера наоборот греки всех валят они конечно античная интеллигенция она тоже пристрастна но вот мы имеем то описание истории которая у нас осталась то есть Север не пьян стал он вообще был маленький его рано женили занимался он своей семьей признаков никаких педерастий не подавал когда вырос начал серьезно заниматься делами государства более-менее но конечно времена были тяжелые в 30 я уже расскажу до 35 года он проправил 12 лет но он к власти пришел маленький совсем 12 лет был 25 лет он уже погиб ну в общем плохого ничего о нем не сказано более того его также полюбили христиане считается что при предыдущих при каракале при севере и значит при септимии севере и при гель тем более при этом сектанте гелиогабали христиан прессовали и считается что это все прекратил собственно александр север то есть это династия северов поэтому это александр север пол септимии там еще север буду просто север но вот все христианские источники в один голос говорят что не было репрессий более того он принял у себя оригена оригена ему объяснил в чем смысл христианство что это не какая-то подрывная идеология и по всей видимости у него также были изображения христа то есть он так воспринимать ситуацию что это какое-то еще одно божество которому в империи поклоняются то есть спокойно начал относиться и также говорят что он в своем дворце поместил из речений которые ему ориген сказал что христиане учат что не делай другому того чего не хочешь самому себе ему понравилось это изречение счел его мудрым и он значит его поместила смотрел на него в общем хороший по всем признакам император работают знаменитые пять юристов гай ульпиан папиан павел и модистин вот именно ульпиан это того времени уже гай умер папиана убил каракала то что папиан отказался оправдывать его преступлений ульпиан как раз вроде как пришел к власти после этого переворота для габалова это был крупнейший юрист он занял должность фактически перфекта при торе фактически императора то есть вот этот мудрый старый на самом деле внутри старый юрист правил и но император воспитывался там рос и так далее однако этот юрист справедливый ульпиан он занялся расследованием того что вытворяли при гилео габале при этом он приказал казнить некоторых особо отличившихся в дурдоме у них были родственники среди солдатни среди проэтарианцев вот пьяная солдатня ворвалась в дом этого старика юиста 60-летнего они его вытащили он убежал значит к императору на палантин они его настигла прямо императорском дворце в присутствии 15-летнего мальчика императора они зарубили этого старого юриста мечами за то что вот он пытался восстановить справедливости покарал каких-то вот там их собутыльников там их родственников из этих гвардейцев наследие научное огромное есть вот я говорю что этот пять юристов называется есть учебник им написанный довольно большой 29 глав по римскому правообзорный есть дегесты то есть свод всех комментариев юристов римских и там огромное количество комментарий этого ульпиана где он конкретно и все законы комментирует человек был не только хорошо разбирался в праве но также был высоких моральных ценностей он был стойком по своих убеждениях как большинство нравственных язычников так же как сенна как марка аврелий и так далее он разрабатывал также общую теорию права он различал естественное право двух видов то есть есть естественное право всех живых существ и все живые существа имеет право на жизнь так дали есть естественное право людей Есть то право, которое разрабатывает государство То есть естественное право это как бы Модель справедливого права Которое по логике философской должно быть Какова должна быть справедливость по логике А use gentium Это вот то, что люди разрабатывают Оно может соответствовать логике справедливости А может и нет Но он говорил, что справедливость Это постоянное и вечное стремление Воздавать каждому свое определение справедливости А право это искусство доброго и равного. Или также Бонум иногда понимает, как интерес, то есть иногда понимает, что право – это гармония интересов. Это определение ульпиана, так и общее, что такое право. Что касается юс натурали, то есть естественного права, то он считал, что оно было более таким общим, он был стоик. Так, в частности, он считает, что по естественному праву не должно быть рабов. Он считает, что люди по природе все равны, и то, что в Риме есть рабы – это как бы уже юс цивили. То есть это обычаи вот этой конкретной страны, они противоречат некой общей космической справедливости, о которой стоики говорили, что по справедливости люди должны быть равны в правах, а рабов не должно быть. Очень такие мысли для рабовладельческого общества, надо сказать, довольно высокие и справедливые. Многочисленные его вот эти фрагменты, комментарии, особенно ульпиана. Заметно, что он во всех комментариях к римскому праву ищет именно нравственного начала. Он пытается, чтобы законы были нравственные, не просто соответствовали каким-то вот обычаям сложившимся и так далее. Он пытается, чтобы они максимально были одинаковые ко всем людям, справедливые и гуманные. Всячески старался по этому поводу. Еще из речения ульпиана, что принципы права должны быть такие, жить честно, не вредить другому и воздавать каждому свое. Ну вот, в общем, наряду с Энекой, это один из таких выдающихся людей того времени, в том числе в плане нравственности. Вот Римская империя большая была. Там были люди, которые продемонстрировали глубину человеческого падения, как вот, например, Гелиагабал там и другие всякие тираны, диктаторы, убийцы. Или Каракова, который 20 тысяч сторонников своего брата. Убил своего брата и убил 20 тысяч человек, которые дружили с его братом. И убил юриста по пиано, кстати. То есть законченный мерзавец. И устроил войну с Персией, в которой погибли сотни тысяч человек с обоих сторон. При этом исквернил могилы там предков персов. То есть конченный мерзавец. Вот рядом с этим конченным мерзавцем жил вот этот прекрасный ульпиан, который рассуждал о высшей справедливости, о том, что надо бы всех рабов освободить. И все такое, что все национальности равны, что Бог един для всех. Право должно соответствовать законам Божиим и так далее. Ну вот такова жизнь у нас тоже. В наше время тоже есть вершины безнравственности, вершины нравственности, к сожалению. Поэтому нельзя Римской империи сказать, что однозначно плохая она, хорошая. Там всякие люди были, там и христиане эти самые были, и педерасты эти самые тоже были, сколько угодно. В Персии основано Сосанитское царство, о котором гораздо больше сведений, поэтому я попытаюсь о Персии побольше теперь рассказывать. Это все-таки третье государство после Рима и Китая значимое. Кроме того, там был Манихай, то есть мне лично оно интересно, безусловно. Ардашир Папакан основал Сосанитское царство. Поскольку Сосанитское царство было зароастрийской, и оно осуществило как раз кодификацию Овесты окончательную, о нем очень много легенд, именно с которой составлялись зароастрийцы. Зароастрийцы практически его, ну не то что обожествили, но считают выдающимся, безусловно, именно трелигиозным деятелем, потому что он основал зароастрийскую и Сосанитскую империю. Имеется книга «Деяния Ардашира Папакана», как сообщают армяне, скорее всего, она в IV веке написана. Она совершенно сказочная, это восточная сказка. Во-первых, у него отец Сосан, там пишут, что он был пастух, который женился на дочери царя Папака. То есть это прямо в сказке братьев Брим. Пастух женился на принцессе, и вот родился этот Ардашир. Всевозможные мистические истории, далее про него рассказывают, за которые следует, что Ардашир должен непременно стать царем. Победил он какого-то червя непобедимого и все такое. То есть все сказки, какие только возможно собирают Ардашира, пытались его отравить, но не смогли. Его постоянно сопровождал Мобидан Мобед, то есть глава зароастрийского духовенства, который постоянно его наставлял на всякие добрые мысли и так далее. Ну вот, видимо, на Востоке, иначе без сочинения сказок нельзя было оправдать. Также в Зент-Авесте есть раздел «Зент», который комментарии, то есть есть Авеста, который они кодифицировали. То есть они считают, что это тексты восходящих за Ратуштика, хотя там явно много и других текстов. Оно прежде всего по языку неоднородно. Есть «Зент», который они сами написали, парсы. Вот в Зенде довольно много тоже про Ардашира, где он тоже, значит, где уже приписывается, что Бог послал, значит, царя Ардаширы праведного, чтобы восстановить зороастризм, восстановить Авесту. Вот там как раз описывается, что при Ардашире как раз составили, наконец-то, канон зороастрийский, канон маздояснийской религии. Ну, то есть, к чему еще, если так на религию проецировать? При Манихайе только что составили канон, он был нечеткий, поэтому зороастризм не имел еще той четкой формы, которую он имеет, допустим, у парсов. Поэтому Манихай считал себя вправе интерпретировать христианский зороастризм, и постоянно это делает. Хотя он признавал за Ратуштоль также пророкам Бога. Мусульмане тоже довольно много пишут, естественно, на Бардашире, поскольку Персия позднее была мусульманской. Но, как правило, мусульмане христиане более так спокойно пишут, то есть, что он был каким-то, да... И у него отец был правитель области какой-то небольшой, не такой уж и царь, вот в государстве, в этом парфенском. Он был его сыном, они там восстали. Была критическая ситуация в парфенском царстве, поэтому в этой войне он победил Ардашир и основался Санитской династией. Ну, помогали значительно римляне, да, в кавычках. То есть, как раз в это время этот безумный каракал напал на Рим, напал на Персию, навязал эту войну. Основные силы были парфен на фронте, на римском, и в этих условиях Ардашир быстро победил. Когда Ардашир победил, он отбил успешно несколько атак римлян, о чем я в 30-е годы расскажу. То есть, война с римлянами продолжает оставаться актуальным. И уже Манихае родился, но он еще маленький, скоро начнет действовать. То, что они, христиан, начали поддерживать в лице Манихае, это еще один акт войны с Римом, потому что христиане в целом были в Риме запрещены. Фактически Манихае – это христианские проповедники, это они признали христианство. Это могло, допустим, они могли на базе этого какую-то поддержку среди христиан Римской империи получить, или там иммигрантов-христиан из Римской империи. То есть, то, что они поддерживали Манихае, это во многом у них акт борьбы с Римом. И, кстати, Риме так и воспринимал диоклетян потом в дикте против Манихаеев и пишет, это все, значит, персидская провокация, пытаются персидские обычаи нам навязать и так далее. То есть, есть религиозный контекст, естественно, который я излагаю подробно в лекциях о Манихаестве. Есть исторический контекст каких-то событий, и вот я его тут тоже пытаюсь сообщить. Армянские историки довольно много пишут о нем. Пишут, что были восстания различных парфянских родов против Арташира. Он все-таки был такой самозванец, да. Эти знатные всякие роды попытались поддержку армян обеспечить, армяне не стали поддерживать их, и в целом Арташир утвердился и утвердил свою династию. Спорно, насколько он контролировал тогда уже Среднюю Азию. Позднее Сассаниды контролировали Среднюю Азию, но вот конкретно при Арташире непонятно, может быть, они там отделились или что. В Средней Азии тяжело взгляд описанием. В Китае погибаются герои Троецарствия, Чжан Фэй сначала. Но надо бы рассказать о клятве в Персиковом саду. Значит, вот это три героя, Чжан Фэй, Гуань Юй и Лю Бэй. Значит, они, согласно легенде, отраженной в романе Троецарствия, Чжан Фэй поругался с Гуань Юем, а Лю Бэй пришел и, значит, помирил их, и призвал их бороться с повстанцами. Видимо, повстанцы имеются в виду желтые повязки, какие тогда еще были повстанцы. Они втроем дали клятву, что они будут братьями, и после этого они возглавили отряды добровольцев, которые сражались с повстанцами. Это легенда. Ну, в общем, действительно, была такая Тройка, это самое Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй. Гуань Юй погиб, как я уже говорил, где-то в 19-м году, то есть до этих 20-х годов. Вся эта Тройка воевала, вот всю Гражданскую вместе. И вот как раз после уже гибели Гуань Юя погиб также и Чжан Фэй, то есть эта Тройка развалилась, известная всяческая. Но рассказывает, что узнав о гибели одного из мушкетеров, этих Чжан Фэй, впал ярость, избивал своих подчиненных, начал спиваться. Наконец, им это надоело, и они его задушили. Примерно вот это рассказы об этих трех друзьях эпохи Гражданских войн, это примерно как о трех мушкетерах, но они раньше, конечно, Дюма написаны, может быть, кстати, даже Дюма на китайцев ориентируется, потому что этот роман уже в 14 веке точно известен, это древние легенды. Китайские, но трех мушкетеров это напоминает, три героя вот эти. О Джуге Ляне надо еще сказать, Джуге Лян, это как бы вот мудрец, вот эти три героя, они такие все воины, все из себя, даже одного там богом войны объявили, а Любэй он был, в общем-то, правителем царства Шу даже, да. А Джуге Лян считается у них типа таким ученым, у него такой. Еще с 207 года он стал соратником Любэя, он один из руководителей при битве у Красной Скалы, которую Цао-Цао разбили. После этого Джуге Лян стал генералом у Любэя, в 220 году умер Цао-Цао, и его сын Цао-Пэй официально прозгласил царство Вэй. То есть в 220 году Китай окончательно разделился на три страны, вот карта. Вот северная страна, это потомки Цао-Цао правили, фактически правили потомки этих главнокомандующих, которые в Гражданскую войну воевали. Царство Шуу-Любэй и его потомки, и вот еще было третье царство. Тем не менее, Любэй именно продолжал войну за воссоединения с Китаем. Любэй был дальним родственником императора в династии Хани. Он считал, что он воссоединит Китай, станет императором. В 222 году убили Любэя в битве при Сяо-Тине. И он как раз назначил этого Джуге Ляна регентом при сыне Люшане. То есть фактически с 222 года в царстве Шу правит вот этот Джуге Лян. Джуге Лян все 20-е годы воюет, продолжает войну. То есть война она продолжалась лет так вот то есть начинать с желтых повязок, окончать до воссоединения, если не больше. Он сделал пять походов на север, то есть на Цао-Цао, все походы окончились поражением. В 30-е годы он уже во время очередного похода заболеет и умрет. Вот смерть Джуге Ляна это смерть последнего вот из этих героев Троецарствия. Джуге Лян тоже фигура легендарная, у него куча всяких прозвищ, он персонаж романа Троецарствия, он олицетворение мудрости, как я уже говорил. Ему приписываются всевозможные изобретения мины с косомострела, воздушного шара и так далее, и даже маньтоу этого их блюда из племеней китайских. Непонятно, что он из этого изобрел, скорее всего, ничего, но в общем все то же самое, как его этот друг стал богом войны, вот он фактически стал таким легендарным мудрецом для последующих поколений.